Опять, я смотрю, что это ясно, Сергей Сергеевич. В общем, в очередной очереди, по части, эксперименты положения подогрева, они вели в системе депрессионального управления металлического научения. Основные работы по тематике доклада «Фамилия автора» представлены на слайде. Моя работа относится к последней квалификации, стоящей в каких-то примерах на основании афетактических эквивалентов. Это является некой межразвитие в идее Георгия Викторовича Воскресенского, изложенного в его монографии. Собственно, задача об исследовании устойчивости по части переменных нулевого положения системы вида 1. Далее, рассматриваем также систему такого же вида, систему номер 2, и обозначаем через x0, y0, соответственно, начальные данные. Для исследований устойчивости нами были введены следующие определения. Одно из них представлено на слайде. Эту систему будут локально-покомпонентно-оскортические эквиваленты по брауеру относительно некоторой функции нулевого, если прификсированы т нулевой с числами права отображения, и справедливые равенства 3 и 4. Хочется отметить, что если образы проопыта для отображения P1 и P2 совпадают с рядом, то этап отделения соответствует определению данного на графике пекель-юктор через приседство. Нам была получена следующая теорема. Если система вида 1.2 локально-покомпонентно-оскортические эквиваленты по правилу относительно некоторой функции ЮИДы, при этом отображение P1 и P2 непрерывных нулей с другим равенством 5.6, то свойства компонентной устойчивости, асимптотической устойчивости, неустойчивости, но в решении одной системы переходят также и на вторую систему. То есть если по этой компоненте одна система и этой компонент устойчивы, неустойчивы, асимптотически устойчивы, то и этой компонент следующей системы, второй, тоже будет обладать этим же свойством. Мы рассмотрим нелинейные системы дифференциальных уравнений с излучениями дифференциальных полинолов. Вид представлен на слайде — это система 7, система 8 — это ее линейное приближение. Соответственно, здесь PX — это нелинейная часть, которая как раз являет дифференциальные полинолы. Она представлена в следующем виде, то есть это наборы произведений переменных в различных степенях, и соответственно, P, это индексом G — это набор степеней. Далее представлены обозначения для разбиения множества собственных значений матрицы линейного приближения на группу с одинаковыми веществами частями этих собственных значений. Фунгургентальную матрицу мы представлены в виде Y как T, то есть по столбцам Y1, Y2 и так далее. Оценки 10 и 11 взяты из работы главного винограда Громмана и на основе этих оценок были получены оценки 12 и 13, которые уже справедливы для нашего случая. Здесь ПЭТА, ИТА — это максимальное из собственных значений, участвующих в нелинейных элементах индексальной матрицы по строкам. Альфа, ИТА — это минимальное. Были получены следующие достаточные условия устойчивости, асимпатической устойчивости и неустойчивости по части переменных для исследуемых систем. Если выполняется неравенство 14 по всем наборам степеней линомов, системы 7 и 8, то есть нелинейные системы и ее линейные приближения будут локальные асимпатические и эквивалентные по правилу, и нулевое решение системы 7 будет асимпатически устойчиво по тем компонентам, для которых B, T и T меньше нуля, устойчиво по тем компонентам, для которых B, T и T равно нулю, и соответственно неустойчиво, где B, T и T больше нуля. Схемы наказательства представлены на слайде, рассматривается планом пространства ОМИГА, на нём определяется оператор, далее для оператора доказывается то, что он удовлетворяет в своём условии принципа ШАУДРа о существовании неподвижной точки для уравнения 17, и, собственно, ФИ здесь является неподвижной точкой. Отображение для связи начальных данных нелинейной системы и нелинейного приближения представлено ниже формулы Соответственно, формула 18 – это компонентная запись того самого отображения, и поскольку разность решений системы 7 и 8 удовлетворяет условию 19, мы можем сделать вывод, что система локально-покомонентно-осмотатические эквиваленты по брауру относит к некой функции бюриды. И заполнение условия 20 следует собственному условию теоремы, то есть переход свойств устойчивости асинтатической устойчивости и неустойчивости по компонентам отменения приближения на нелинейную систему. Применение теоремы проиллюстрировано на примере, то есть данная система 21 – нелинейная система в совмещении в виде векторного поленома в собственные значения на слайде. Видно одно из них нулевое, а одно из них положительное. Индектальные матрицы для нельного приближения тоже представлены на слайде. Проводим исследование по всем переменам, но по компонентам. Соответственно, выпишем для каждой строки нелинейности представлены тоже на слайде – П1, П2, П3, П4. И, соответственно, из вида этих нелинейностей мы определяем, как бы приводим их в соответствие с обозначением условий теоремы. То есть, в которых, в первых, ПТ1 и Альфа1, они определены из вида фундаментальной матрицы, П1 с верхним индексом и П2 с верхним индексом – это, соответственно, степени переменные, входящие в размущение. И можно сделать вывод, что так как ПТ1 меньше нуля, то нулевое решение, нулевое положение равновесия нелинейности системы, оно будет асимпатически устойчиво по переменной X1. Так как остальные ПТ положительные, то, соответственно, по всем остальным нелинейность системы будет неустойчиво. Далее, собственно, для чего все это делалось. Была дана система, которая является кинетической моделью реакции образования амидуусской кислоты, то есть системы из химической кинетики. Здесь, соответственно, переменные C1 и так далее, C5 – это концентрация различных веществ, участвующих в реакции. Кожитая – это константность простей химических реакций. Данная система, она имеет два вида положения равновесия, два семейства. То есть, в первом случае первый и третий компоненты нелинейности, в втором случае второй и третий компоненты нелинейности. И мы рассматриваем условие C2 больше, чем C1. Мы не теряем при этом общность, потому что если C1 будет больше, чем C2, одно перейдет в другое. Мы входим в соотношение 23 из вида системы, соответственно, переобозначаем переменные и понижаем порядок. Получается система 24, она состоит из трех переменных. Здесь положение равновесия – это множество точек в пространстве твердки. И мы нашли вещественную часть для собственных значений для этой системы. Так как отрезник – нулевой, то и гипотический случай более много. Также определяем альфа-бетоды из условий теоремы. И, соответственно, получаем некоторые условия, которые последнее неравенство на слайде, при которых условия теоремы представлены будут справедливы. Соответственно, из выполнения условий теоремы мы можем делать некоторые выводы об устойчивости, об синтетической устойчивости и устойчивости неравеноположения равновесия исследуем. Прямо начальность системы из пяти переменных, уже с учетом сентометров и делаем, мы получаем, что она синтетически устойчива по C1, C3 и просто устойчива по переменам C24 и C5. Причем по C2, C4 и C5, она имеет все в любое состояние синтетического равновесия. Был проведен численный эксперимент с определенными выбранными константами и начальными данными. Была получена следующая практика для решений неринейной системы. Соответственно, этот график иллюстрирует полученный результат. Действительно, C1 и C3 они стремятся к нулю, эти виды графиков. C24 и C5 в некоторых константах. Далее, с использованием такой же методики была исследована модель динамики биоциноза в условиях межвидового взаимодействия, которая известна как модель типа хищник-жертвов. Она рассматривалась при определенных условиях. Рождаемость биологических видов здесь не превышает смертности. И в том числе, следующее слово, пожалуйста. А, мне только видно, что это еще. Здесь рассматриваются критические случаи. То есть, когда эти коэффициенты рождаются с медленности, некоторые из них являются нулевыми. Дальше. Система представляется также в виде рассматриваемых уже ранее. То есть, соответственно, она является также системой с возмущением в виде вектора Маркуленова. Ее линейное приближение на слайде. И были получены следующие теоремы для подобного класса систем. Здесь, если выполнять условие 28 или же условие 29. То есть, в первом случае мы предполагаем, что рождаемость жертв, она меньше нуля. В втором случае мы уже выкладываем, делаем больше нуля. При этом, рождаемость смерти жертв, разница между ними, она равна нулю. То есть, рассматриваются критические случаи. И, соответственно, системы 26 и 27, то есть, нелинейные системы, линейные приближения, они будут локальные, сэкзотические и туалетные по праву. Нулевое решение нелинейной системы. В случае выполнения 28, а сэкзотически устойчивы по всем компонентам, для которых а их не меньше нуля. И просто устойчивы для тех компонентов, для которых ПФТ равно нулю, неустойчивы. Ну и, соответственно, если выполнять условия 29, мы имеем некую симметричность. Был рассмотрен пример для моделей из трех компонентов. Здесь, соответственно, коэффициенты A1, B1, B2, нелинейные системы и, соответственно, A1, 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 B2, B1, B2, A1, они положительные. Соответственно, выводы об устойчивости по части переменных нерового положения нелинейной системы представлены на слайде. Хотелось бы отмечить, что эта система, она взята из работы Рушавицкого Луа. Там получены тоже некоторые условия достаточные, асинтетическую устойчивость и устойчивость по части переменных. И у них в условиях участвуют коэффициенты A1, 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 B1, B1, B2, A1. Численности, значение параметров тоже приведено на слайде. Здесь графики соответствуют тому, куда дальше еще два графика. Они соответствуют различным группам условий, которые получены в выводе теоремы. То есть, действительно, в выводе теоремы график достаточно хорошо иллюстрирует. Соответственно, вот здесь мы видим, что численность популяции железа применится к нулю, численность популяции хищника к равновесию и того и другого векстрима. Дальше. Чужие не съедят? Ну, это же для отдельных делается. Да, не слышала такая возможность. Это же для различных популяций делается. То есть, там в зависимости от того, как будет построена вот эта модель динамики геоциноза. Часть перемен. Одними пожертвы будут другие риски. Там в зависимости от построения этой модели мы рассматриваем прямо на одной территории живут лисы и волки, которые съедают зайца, например. То есть, мы не берем в расчет, что есть еще какие-то мелкие грызуны, например, на этой территории или кто-то покрупнее. Мы рассматриваем только определенные виды. Там, собственно, модель из этого всего строится. Дальше. Далее еще было найдено еще одно применение полученных инвентальным результатом. Это частный метод установления соответствия междуначальных данных для локально-синтетических эквивалентных систем. Это было сделано на примере генетической модели грусто-реакции пиролизы данных. Эта система является при различных температурах, при возрастании температуры жесткость системы возрастает, поэтому, соответственно, если практических задачах требуется много раз пересчитывать подобную жесткую систему, это вызывает большие затруднения в плане выческих личностей. Здесь эксциды – это концентрация различных веществ. Х – это, опять, константность простей химических реакции. Начальные данные были выбраны, исходя из физического смысла задачи. Здесь схема реакции на слайде не представлена, но там смысл в том, что в реакторе существует тетан, а потом дальше разлагается. Дальше. Соответственно, в векторной форме система представлена тоже на слайде. Земельное приближение и его фрезентальная матрица тоже представлена. Следующее, пожалуйста. И с использованием отображения, которое устанавливало соотношение между начальными точками линейной системы и нелинейной, были получены следующие результаты. То есть, приближенные значения, были рассчитаны приближенные начальные значения для линейной системы, такие, при которых системы линейной и нелинейной будут локальными компонентами асинтатических эквивалентными. То есть, мы видим, что при возрастании температуры вот эти коэффициенты КСМК2, они увеличиваются. То есть, при температуре 1200 Кельвинах уже достаточно большая разница между коэффициентами. И, соответственно, полученные данные, полученные начальные данные для линейной системы, они позволят делать расчеты уже с использованием линейной системы, с условием того, что докажут их эквивалент. Даню, мы сегодня провести вам наградки, на каком видео решение ведутся похожим образом, начиная с некоторых моментов. Следующий слайд. Это первая, вторая компоненты. Здесь третья, четвертая. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ